Ну что ж, будем наблюдать за формированием этого Международного Совета Эксперта. Все-таки это первый опыт столь тесного сотрудничества Украины и международных организаций при отборе украинских должностных лиц. Ну, а пока продолжаем обсуждение итогов пленарной недели. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока у нас в гостях. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Ну, вы как оцениваете голосование Верховной Ради на этой неделе? Все-таки 317 голосов за антикоррупционный суд это много. Вот мне интересно, как удалось собрать такое количество? Ну, вообще, это было уникальное явление, поскольку парламент принял решение, нарушающую Конституцию. Причем это нарушение проходило под руководством гаранта Конституции президента страны. Потому что парламент не имел права, согласно статье 125 Конституции, делать отдельный специализированный суд какой-то. Это противоречит Конституции. Тем не менее, это произошло в нарушении основного закона нашей страны. И что цинизм в том, что сам гарант Конституции все это осветил. А по сути, это создание отдельного суда, который типа будет справедливым, а остальная судебная реформа, судебная система останется нереформированной. За что голосовали больше года назад 335 депутатов в зале? За реформу судебной системы. Люди не верят судьям, люди не верят в судебную систему и требовали реформирования. Сегодня 1% только считает, что она справедливая. И наша фракция тоже это поддержала тогда. Так вот, вместо того, чтобы реформировать и всю систему сделать честной, справедливой, выделили отдельно взятый суд, разменяли его создание на кредит от МВФ миллиард долларов и сказали, что так надо. Мы категорически были против, мы голосовали против этого решения, поскольку она не отвечает неинтересам страны и противоречит Конституции. Ну а ваш прогноз до Конституционного суда, история с созданием антикоррупционного суда дойдет или нет? У меня очень большие вопросы по сегодняшнему Конституционному суду. Он практически работает так же плохо, как и предыдущий состав, потому что он за весь прошлый год рассмотрел и вынес только одно решение. Вот они сейчас начали, как-то говоря бытовым языком, шевелиться, но мы видим, что он полностью находится под контролем администрации президента и рассчитывать на объективное рассмотрение случаев нарушения Конституции сложно. Тем не менее, мы будем с ними работать и будем требовать, чтобы они защищали Конституцию, потому что если пример нарушения подает сам парламент, то это безобразие. Но вы говорите о том, что обменяли на транш от МВФ. Как вы думаете, кредиторы сейчас наградят все-таки наших политиков этим траншем за выполнение законодательства? Наверное, кредиторы требуют еще поднятия цен на раз. Еще два требования есть. И это самое больное, потому что сегодня люди не в состоянии платить эти цены и сократить социальные выплаты. То есть вот тупое следование рекомендациям МВФ однозначно приводило к социальному взрыву. Поэтому наша фракция считает, и давно уже мы пришли к этому мнению, что в таких условиях сегодняшнее сотрудничество с МВФ для нас вредно. Я считаю, что те условия, которые выдвигает МВФ, для нас неприемлемы. Хорошо. Вы затронули действительно болезненный вопрос. Это социальные выплаты. Сейчас просматривается тенденция к сокращению выплат субсидий. К осени вполне может оказаться, что суммы и люди, которые получают эту помощь, сократятся вдвое. Можно как-то это на сегодняшний день остановить или нет? Так это все следствие бездумного на грани преступления поднятия коммунальных тарифов и стоимости газа. Это делало предыдущее правительство. И эту же практику продолжило это. Правительство, причем, абсолютно нет логики никакой, кроме желания что-то там украсть или заработать для нефтегаза того, чтобы поднимать в 8 раз стоимость газа, собственно, добычи. Это противоречит всем законам страны. Поэтому, а когда стало ясно, что всю страну посадили на субсидии, когда стало ясно, что субсидий не хватает, начали придумывать разные методы для того, чтобы обрезать количество людей, которые эти субсидии получают. Ну, как пример. Вот если человек живет в квартире 122 квадратных метра, выше 120, то он не имеет права на субсидию. А теперь представьте себе, семья из 6 человек живет в квартире 122 квадратных метра, и они не получают субсидию, а один человек, который живет в квартире 118 квадратных метров, он эту субсидию может... Неделю или две назад мы показывали сюжет, когда женщина попала в такую ситуацию из-за 30 сантиметров. Совершенно верно. Пример с машинами. Если человек имеет 4-летний Ланос, он не имеет права на субсидию. А тот, у кого 6-летний Бентли, тот имеет право. И таких глупостей очень много. Это все следствие того, что бездумно подняли тарифы. Нельзя было этого делать. И дискуссия сегодня может идти только в сторону уменьшения тарифов в два раза. Тогда люди смогут платить. А сегодня уже 30 миллиардов неплатежей. Люди просто не в состоянии платить. Осталось совсем немного до каникул Верховной Рады. Какие вопросы еще можно решить? На чем стоит сосредоточиться? Прежде всего, мы должны решить вопросы социальные. Это поддержка переселенцев. Есть законопроект, который дает им возможность голосовать, чтобы они чувствовали себя полноценными гражданами. Сегодня они лишены этого права. Это законный черновольцев поддержка, поскольку хватит уже вспоминать о них только в годовщину трагедии. Это поддержка детских домов семейного типа. Мы унесли постановление, которое дает поддержку этим людям, которые выполняют благородное дело и дают путевку в жизнь детям, которые остались без отца, без матери, их 70 тысяч в стороне. То есть мы считаем, что это должны быть социальные законы. Сосредоточиться на них. Спасибо вам за эти ответы. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели.